Мы сегодня немножечко поговорим о Ванне Андреевне Ахматовой. Вы знаете, к концу жизни, когда Ахматову стали выпускать за границу и ее сделали почетным доктором Оксфорда. Раз, два, три, четыре. Не слышно? Не слышно. Да, ну, мне трудно вам придется. Меня трудно пристроить возле микрофона. Я говорю, к концу жизни, когда Анна Андреевна Ахматова стали немножко выпускать за границу, ее сделали англичане почетным доктором Оксфордского университета. И вот ее собирали, ну, потому что она прожила такую жизнь, что одежды-то не было. Поэтому с миру по нитке собирали одежду, ну, так, чтобы вот великий поэт могла как-то прилично предстать перед британской публикой. Вот уже в эту эпоху где-то приезжали люди из-за границы. Это было чудо. Я напомню, что в сталинские времена нередко люди получали срок до 15 лет за то, что просто учили английский язык. Я уже не говорю о встречах с иностранцами, это было самое страшное. Когда Бродского арестовали, все пошли к Шостаковичу, он был депутатом Верховного Совета, и стали просить заступничества. Шостакович как-то остановился и сказал, ну, вот, вы мне скажите главное, он с иностранцами общался, сказали, общался, тогда ничего нельзя сделать, ничего. Понимаете, вот это, да, страшное слово иностранец, вот, оно было, конечно, роковым, учитывая, что у Анна Андреевна, кроме всего прочего, 40-е годы, и многие считают, что это было причиной обстановления 46-го года Ждановского журнала звезда Ленинграда, к ней в гости пришел Исайя Берлин, и у них были прекрасные взаимоотношения, скажем так. Исайя Берлин был выдающимся философом, политиком, говорящим даже разведчиком. Вот, и вот это было, конечно, совершенно ужасное событие, его пережить было нельзя. И в какой-то момент к дому подошел Рендольф Черчилль, это сын Уинсуна Черчилль, и стал Исайю Берлина звать, это посреди Петербурга, а он в этот момент у Ахматова находится. И говорят, что эта ситуация настолько взбесила Сталина, ну, то есть взбесила невероятно, сын заклятого врага, Уинсуна Черчилля, под окном у поэта Анны Ахматовой, а у нее в гостях разведчик Исайя Берлин. Я, кстати, не знаю, был он разведчиком или нет, или это придумали все. Ну, неизвестно. Он пришел просто в самое настоящее бешенство. Но вот люди приезжали, иногда приезжали даже некоторые мигранты, и они приходили к Ахматовой поклониться ей в ноги. Понимаете, вот это вот приехать в Россию, прийти к Ахматовой и поклониться ей в ноги, это означало поклониться в биографии. Ведь она будет вот автором этого знаменитого изречения, которое так часто цитируют, когда Бродского арестовали, который был другом Ахматовой молодым и весь этот круг поэтов вокруг Бродского, Найман, Бобышев и так далее. Она скажет, какую биографию делают нашему Рыжему. Ну, когда они его решили все-таки отправить в ссылку от униянства, была такая популярная такая статья. Знаете, она очень хорошо понимала, что такое биография. И вот здесь, наверное, надо чуть-чуть поподробнее, потому что без этого очень многие события, и вообще в Серебряном веке, и в биографии Анны Андреевны Ахматовой они непонятны. Потому что предшественники русских поэтов, французы, которых очень любил Ахматова, я имею в виду Баглера, Верлен, Рэмбо и так далее, они следовали концепции жизнетворчества. Ну, то есть жизнь должна быть уподоблена, и она была для них уподоблена произведению искусства, а это означает немного не мало, что она должна стать текстом. А что значит снять стать текстом? То есть натяженность стиха такова должна быть, да, чтобы оттуда нельзя было выбросить ни слова, иначе все стихотворение разрушится. Это означало создать из жизни некое произведение. И, безусловно, там весь Серебряный век, все эти удивительные совершенно романы, которые иногда приводят нас в абсолютное недоумение. Это своеобразная жестокость, которая была в этой эпохе. Ну, там Гумилев, Ахматова и их друзья, например, играли в разные игры. Некоторые из них были безобидны, устраивали цирковые представления, Гумилев падал с лошади, вот, изображал акробата, изображал верхового наездника. А некоторые были довольно, ну, как вам сказать, вот раздаются роли. И, например, не кому-то дается роль роковой женщине, кому-то не поманки, а кому-то человеку, который говорит правду или человеку, который говорит неправду. И все следят, чтобы он говорил правду. Люди уже взрослые, между многими из них какие-то связи романы. Выплывали неприятные вещи, которые не говорят публично. Понимаете? Они выплывали и были следствия этих вещей. Но они не могли себе в этом отказать, потому что в этом был какой-то вот особый шик. Да, Ольга Судейкина, вот одна из очаровательных женщин в этой эпохи, в будущем жена великого нашего соотечественника Игорь Стравинского, ее по поводу данного самоубийства спросили, там, не из-за вас покончил с собой, а она сказала, к сожалению, не из-за меня. И вот в этой фразе вот вся эпоха, понимаете, потому что очень важно, ну, существовать в какой-то параллельной биографии. А в молодости у Ахматова это вообще было, понимаете, у нее было много романов. Конечно же, вот ее брак с Николаем Степановичем Гумилевым был, ну, мягко говоря, не по любви. Она сама говорила, что чего-чего любви там никогда не было. И он сразу начался, как такое соперничество, которое все время было окружено скандалом. Они так двигались в своем браке от скандала к скандала. И, ну, в нем тоже есть вот эта эпоха, понимаете, некое такое заглядывание в судьбу. Потому что Гумилев ей говорил, Аня, ты же понимаешь, он много раз делал предложение, она ему отказывала, он говорит, Аня, ты же понимаешь, что другого выхода нет. Другого выхода нет, это означает, что, ну, это судьба. Но вот не любишь ты меня, надо жениться все равно. Вот, ну, не убежишь. Где-то, вот, эта женитьба, она уже обозначена, она уже прописана. Нельзя так просто махнуть на это рукой. Понимаете? И романов было много, и часто у Ахматовой, понимаете, она, во-первых, всегда первой приходила к мужчинам, и этим самым опровергала, ну, вот, какое-то это удивительное ощущение, которое она в них вызывала. Потому что в ней, конечно, был какой-то невероятный повышенный магнетизм, а мужчины в нее влюблялись, ну, много, часто и выдающиеся абсолютно. И они очень много сделали для нее, в ее судьбе, потому что, понимаете, она из семьи, почти фамилия Горенко. Вот. Фамилия, как понимаете, не такая звучная, как Ахматова. Тем более, за этой фамилией не было легенды никакой. А легенда мне Андреевне была нужна, потому что ее учитель когда-то, я имею в виду в поэтическом смысле этого слова, Иннокентий Анинский, говорил, что поэт должен себя придумать. Да, поэтому отсюда вот биография Ахматова – это такая классика. Некоторые бабушку звали Праскою или прабабушку, а она придумала бабушку-татарку. Да, причем не просто татарку, а она была потомком хана Ахмата, о котором Карамзин написал, что Орда закончилась, когда убили хана Ахмата. И вот, понимаете, и вот оттуда она. Вот она оттуда. От знаменитого хана, от какой-то вот этой вот глубей истории, от этого невероятного желания этих людей продлить себя и продлить и расширить саму Россию куда-то за пределы, очень далеко. Вот. Они, кстати сказать, очень много для этого сделали уже, так сказать, не в смысле игровом, а хотя игровое начало, а в биографии, особенно до революции, ну, сказать, что оно много значило, это сказать ничего. Потому что, ну вот, надо было играть, и судьбу надо было разыгрывать. Ну, вот, нужно было ставить на кон. Ну, вот, все самое ценное в том числе. И, конечно, там, она придумала себе миф о том, что она херсонецкая царица, когда еще была девочкой, и она подплывала к какому-то камню, плавала она великолепно, про нее говорили, что она может там утром уплыть, а с закатом вернуться. Плавала она великолепно, и она плывала к камню, была еще совсем юной, и говорила ему, я вернулась, херсонецкая царица вернулась. Нельзя быть просто девочкой, понимаете, с фамилией Горенко. Ну, что это такое, что это за биография для поэта? Вот херсонецкая царица это, да, потомок хана Ахмата это, да, вот. Ну, и тем более там, ну, вообще удивительная биография в том смысле, что все мужчины над ней потешались. Потешались в каком смысле? Она была чудовищно безграмотной. Она делала удивительные орфографические ошибки. Ну, совершенно нелепые. В доме книг не было. Был Некрасов, она его знала лучше всех. Кумилев ее отлучал вот от этой отецкой привычки, потому что детство-то там она провела это. Вы знаете, привычки на привозе, хлопнуть по кореночке и показать вот так вот рукой. Понимаете, она это очень любила, он ей там, говорит, что Николай Степанович был совсем из другой семьи, да, и в этом смысле это был, конечно, такой невероятный мезальянс. Кстати говоря, какая-то морская царевна, она определенным образом откликнется, как-то срифмуется, да, выражаясь поэтическим языком. У Николая Степановича в детстве спальня была как морской грот. Она была, ну, ничего лахматывать, такого быть, вообще не могла. Вот, там не очень скромная была семья, и там была, вот в этом гроте, да, все было, ну, похоже на то, что Николай Степанович спит под водой. Там была, конечно, нарисована ундина. Ундина. И когда Ахматова пришла с кем-то вот к ним в гости, они же очень рано познакомились, еще гимназистами, а подруга сказала, смотри, это же кот-пит-пит. Это морская царевна, вот, херсонецкая царевна, это удивительная девушка, которая себя творила по античному образцу и приводила Николая Степановича Гумилева в состоянии судорог. Он однажды приехал в Севастополь, она купалась, этот пляж полный людей, купался навсегда на гора, потому что, ну, какая морская царевна в купольном костюме. Ну, я думаю, вы понимаете, что это невозможно. Ни одна царевна себе этого не позволит. И, понимаете, он ее ждет на пляже, и из вод выходит юная Анна Ахматова, и он смотрит на это, они еще не были женаты, и он говорит, Ань, что это такое? Ну, потому что, ну, это неприлично, тут люди, все смотрят, все вылупили глаза, и тогда, ну, это, вот, надо было это делать. И он ведь ее, даже когда они ссорились, они ссорились постоянно, он ей говорил, нечисти, нечисти, делай паузу. Вот она орет на него, например, он нечисти, делай паузу. Беликий человек был, Николай Степанович. Вот. А Гумилев, в нем это педагогическое начало было всегда, будет в определенный момент там организуется, будет возглавлять цех поэтов, будет учить поэтов, быть поэтом и писать стихи. И она занимается до конца жизни, огромное количество воспоминаний, это же вошло в ее биографию, да, какие паузы делала Ахмарка. Она научилась, понимаете? И она была сказочно одаренной. Вот она же знала несколько иностранных языков, при том, что, вот так повторюсь, это не семья Николая Степановича. Французский выучил сослуха, сестру учили французскому, а английский выучил самбо, вот, знал итальянцев. Всю свою жизнь она перевозила вот со своим этим комодом с квартиры на квартиру, у кого только не жила, своя квартира появилась очень поздно, все время была таким приживавой. И всегда было несколько книг, это была Библия, был однотонный Шекспира и была Божественная комедия Данка, все в оригинале, на Кроме Библии, все в оригинале, все схватывало со слуха. Но, тем не менее, она для них была, вот, и ласково ее называли, вот, Гумилев ее называл дворняжкой. Вот, ласково, вот, человеческой. Еще один известный человек говорил, Аня, какая ты была глупая, то есть, совершенно не вяжется с нашим представлением об Аня Андреевне, и правильно, не вяжется, она была одним из умнейших людей в истории человечества, может быть. Но, какая ты глупая. Но, через какое-то время, вот, этот миф, она его воплотила. Да, почему? Потому что для этих людей, знаете, страшная, может быть, самая страшная вещь на свете, одна из самых страшных, как я это понимаю, да, вот, остаться не воплощенным. Человек рождается, он, он, заготовка, да, да, он, заготовка, какое-то сырье, а непонятно что. Что из него будет, никому не известно. И чаще всего, мало чего бывает. Вот, надо было воплотиться. А для того, чтобы воплотиться, нужна некая, да, форма. И вот биография и является этой формой. Надо воплотиться в эту форму, да, в биографию. И, собственно говоря, когда потом в конце жизни люди кланялись, приходили, они же кланялись не только ее действительно удивительному мужеству и, в общем, что там говорится, героизм своего рода, они кланялись вот этой, да, удивительно построенной биографии. Понимаете, в конце жизни она будет воевать с мемористами. Ну, как с ними воевать? Часть книг написана в эмиграции, в границе. Часть книг там же и выходит. И эта часть самая большая. Ну, потому что при жизни Ахматовой, что-то я не понял, чтобы еще приветствовать воспоминания об Ане Андрееву или об их общей молодости. Я, в общем, не знаю, сколько их было, но их было не много. Как с этим воевать? Люди пишут, что пишут. Мы до сих пор не можем понять, что выдумано, а что было на самом деле. И, наверное, уже никогда не поймем. Потому что миф о Серебряном веке, он настолько срос с явью Серебряного века, что где здесь начало, где конец, где сплетня. Многие минуары знаменитые написаны, в том числе, как плод фантазии свободный. Что-то было, что-то придумано, что-то сочинено. И почему? Потому что она вот эту форму берегла. Форму собственной биографии, в которую до конца маниакально, с каким-то таким невероятным художественным чувством так отделывают стихотворения. Помните, по мне, в стихах должно быть все иначе, не так, как у людей. Это очень важное высказывание. И не только в стихах должно быть все иначе. А если биография поэта – это стихотворение, то здесь тоже должно быть не так, как у людей. Понимаете? И отсюда, конечно, вот эта какая-то удивительная, сумасшедшая, полубредовая экстравагантность. Понимаете, там проститутки хотят быть героинями стихотворения. Это незнакомка блока выходит, но я даже не знаю, с чем сравнить. Это шлягер такой. Вот сегодня рассказать там студентам любого вуза. Понимаете? Подходили к проституткам на улице, к клиентам, и говорили, вот, я незнакомка. Та самая. Уже ли не читали? Понимаете, удивительная осведомленность о мировой литературе. Ну, конечно, это отдельное стихотворение. Оно действительно, так сказать, что называется, гремело и дурно на устах. Но не только оно, потому что все должно было мериться стихами. Все ради стихов. Без этого ничего не понять. Понимаете? Ахматов до конца жизни, страдая невероятно по поводу страшной кончины Николая Гумилева, который был расстрелян, как известно, в самом ужасном для Анна Андреева месяце, вот, этот месяц август, он, похоже, до сих пор в России остался. Вот, я так и думаю, что это у Ахматовского, вот, влияние на календарь. Вот, ну, то есть в августе умер блок, исключительно важный человек. В августе расстреляли Гумилева. В августе вообще много чего было. Началась Первая мировая война. В августе было постановление журнала «Звезда Ленинград», которое объявил практически Ахматову незаконно. Вот, все это было в августе. Она с ужасом всегда ждала августа. С ужасом и с предвкушением, потому что могут начаться стихи. Понимаете? Могут начаться стихи. А для нее это, конечно, было, ну, это самое важное. Потому что у нее был период, когда она 13 лет, по ее собственному выражению, не писала, стихи не шли, и она ему замолчала. И потом они пошли, когда арестовали сына в 1938 году. Понимаете? И у Гумилева с Ахматой был такой ритуал, ну, в Сибири. Гумилев приходил, значит, домой и кричал на весь дом. Гумилев, гуси. Если следовал ответ «лебеди» или «мы», гуси, «мы», то означало, что у них хорошее отношение. И они гонялись друг за другом по комнатам, шутили, играли. Ну, вот, если он заходил, как говорил, в гуси исследовала тишина, а это было нередко, это означало, что лучше просто уйти. Лучше просто уйти. И, понимаете, вот эти ссоры, они гениально у них кончались. Гениально. То есть, а ссорились они не как великие поэты, разумеется, а как мужчины и женщины. Ну, то есть, они ссорились в настоящем. Ну, причем, можете представить, вот, это люди языка, поэтому они могут обидеться гораздо сильнее, чем обычные люди друг друга. И все кончалось одинаково. Каждый шел в свою комнату, забирал дверь, страчил стихи. Вот, понимаете, это, ну, это удивительное что-то. И однажды они поссорились, и она ему, если она нашла, у него в кармане письмо от другой женщины. Ну, удивительная вообще реакция. Ну, надо было ругаться по каким-то поводу, потому что друг другу изменять они начали сразу. Вот. После свадьбы это случилось достаточно быстро. Ну, вот, и, конечно, Гумилёву было тяжелее, потому что он ее любил по-настоящему. Он дважды пытался покончить с собой. Ахматов пытался покончить с собой один раз, но не из-за него. Вот. А Гумилёв дважды. И он так один раз в Нормандии по-мальчишески хотел, так это просится вниз. Вот, с какого-то утеса, это «Морские волны» будут играть телом Николая Гумилёва. А второй раз он на Блашевом враче купил цианистый калий. Вот. И там есть гениальная совершенно история, когда они с нашим земляком, Алексеем Толстым, идут, и ему Гумилёв рассказывает эту историю. Он покупает цианистый калий, заходит в лес, выпивает, а он же действует мгновенно. И тут Алексей Толстым слушает с удовольствием, говорит, «Осечка! Вот это вот осечка, не вышло! Эх!» Знаете, люди обсуждают смерть. Люди обсуждают смерть, вот она могла бы последовать, но что-то втюхали Николая Степановича в Блашином рынке совершенно не то. И мы очень благодарны, понимаете, этим спекулянтам, которые не продали ему какой-то настоящий стопроцентный яд. И вот, понимаете, тут она что-то разозлилась. И вот чтобы сказать самое обидное, вот самое обидное, что может только сказать один человек другому, если этот человек поэт, она ему сказала, «А я-то стихи пишу лучше тебя». и она до конца жизни с удовольствием рассказала, как он побледнел. Понимаете? Как он побледнел, потому что вот это уже перенести невозможно. «А я-то стихи пишу лучше тебя». самая обидная штука. Понимаете, вот пятнадцатый год, вот послушайте, это вообще страшная стихия. Пятнадцатый год. Ну, то есть до всех страшных роковых событий в ее жизни еще очень далеко. Она пишет, «Ну, обращайся, разумеется, Господу Богу. Дай мне горькие годы недуга, задыхание, бессонницу, жар, от имени ребенка и друга, и таинственный, песенный дар. Так молюсь за твоей литургией после стольких томительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей». Ну, вот так о себе писать. Вот вы как все считаете? Вот ребенок потеряла, ну, в том смысле, что он дважды был арестован. Она провела семнадцать месяцев в очередях, пытаясь передать посылку, но тоже потом сначала просто узнать о его судьбе. Заключил договор с дьяволом, как она это называла, потому что понимал, что жизнь отца, жизнь сына и третьего мужа висят в волоске. Друзей потеряло огромное количество. Есть стихотворение новогоднее. Это стихотворение, созданное по случаю. Она купила бутылку от дорогого вина. Но последние деньги потратила. Взяла шесть бокалов, налила по бокалу вина, положила по пирожкам. Этих пятерых не было. они были мертвы. Отними ребенка и другу, и таинственный песенный дар приноцвет молчала. Но она же это написала. Она это опубликовала. Причем это ведь человек, она была очень непростым человеком. Ну, в том смысле, что вот Лидия Чуковская оставила трехтонных воспоминаний о ней. Она пишет, что каждый раз, когда она приходила, Ахматова дверь открывала за минуту. И она невероятно эти вещи чувствовала. И Саид Берлину надо будет такие вещи рассказывать. Знаете, он когда к ней войдет, а сам по себе эпизод замечательный, он так это время рисует. Он случайно узнал, что Ахматова жива. Как жива? Как жива? В России, ну, в Советский Союз. Она разве не умерла где-то в десяток? Знаете? Ничего же неизвестного. Это же была потрясающая жизнь. Знаете, люди сидели. И вот они садились, когда там, например, Полутас Хаксли, английский писатель, опубликовал свой первый роман «Шутовской хоровод». Они выходили через 25 лет и интересовались. А Хаксли что-нибудь написал еще? Так он все остальное он писал как раз после Шутовского хоровода. Они ничего про это не знали. Или там «А Вирджиния Волх», там знаменитая английская писатель, жива? Вирджиния Волх давно нет живых. И те из них, кто были живы, я имею в виду наших отечественных поэтов, с той стороны оттуда все считают, что ее нет. И вдруг он узнал, что она жива. Ахматова жива, ничего себе. Вова и пришел к ней в гости. Он про 20-й век знал все. Понимаете? Ну, наверное, страшнее, чем 20-й век, ничего не было в истории человечества. Он видел его от начала. Это мясорубка за мясорубкой. Понимаете? Я думаю, что не останется ни одного свободного сантиметра, если этими трупами выложить, например, Сусомарскую губернику. Она, как известно, очень большая. И он метался. Он подходил к окну, он отходил от окна, потому что он... Это было ужасно, то, что она рассказывала. Она рассказывала ему то, что она считала правдой. Она ему говорила, что Мандельштам в лагере кормили отравленной едой. Кроме Ахматовой у нас нет никаких источников. Она ничего про это знать не могла. Она совершенно... Да, она про это говорила абсолютно убежденно. Она ему рассказывала, что Сталин хотел ее отравить. Тоже не можем это подтвердить, ни опровергнуть. Она говорила какие-то вещи, которые для нее являлись какой-то истиной. Понимаете? И, конечно, какое-то такое ветвенское начало у нее и было. У нее одно из прозвищ Ветничка, другое прозвище Ноченька. Вот. А третье прозвище оно связано вообще с таким... с таким духом, который, я думаю, Акума. Вот. Божество ночи, злой дух и гулящая женщина отновременно. Ну, это мужчина давали, конечно, эти прозвища. Ну, вот. Они это чувствуют. Понимаете? И Бунин говорил ей, понимаете, вы когда мимо проходите, есть вот этот сигнал за мной. Ну, то есть, она тебя приглашает к роману. Но можешь ходить потом сколько угодно. Сигнал есть, а ответ нет. причем, причем сигнал же это не на уровне там вот этого. Пойдем. Пошли. Нет, от нее это исходило. От нее исходил какой-то вот этот удивительный магнетизм. И, понимаете, ее третий муж, по-моему, ревновал ее к почерку. К почерку заставлял ее писать на машинке. Ну, потому что она что-нибудь напишет, от руки и покажет кому-то. Почерк вещь настолько интимная, должен видеть только муж или возлюбленную. И она печатала на машинке, чтобы почерк больше никто не видел. Понимаете, но самое потрясающее из ее воспоминаний для меня вот это. Она рассказывала про то, что сквозь сон, когда спал, он всегда чувствовал присутствие отмотки. Что-то, что-то такое вот прекрасное. Когда спишь и сквозь сон чувствуешь присутствие человека. Она настолько огромная. она занимает собой все. Абсолютно. Все пространство. И у нее была эта способность занимать все пространство в жизни людей, с которыми она общалась. И конечно, она была человеком, я бы сказал, ей был какой-то очень свойственный с одной стороны эпохи, с другой стороны хоть еще и особенный, я бы сказал, такой космический патриотизм. Но знаете, ведь ее очень осуждали многие в эмиграции, что Ахматова не уехала, Ахматова осталась. А она просто не могла уехать. Она не могла допустить, что можно вообще куда-то уехать. действительно где-то не знала, где кончается Россия, начинается Ахматова и наоборот. Одно без другого не существует. И доминирующая идея этой эпохи, она же очень красивая. Все куда-то едут. Андрей Белый ездит в Египет, Гумилев едет в Абиссинию. Почему он очень обидел этим Ахматова? Потому что только поженились и он сразу фракует. Ну а где история, где жизнь? Бунин едет в Индию. Но они едут в Индию, в Египет, в Абиссинию. По-другому невозможно. Ну потому что иначе она исчезнет. А она должна быть в некотором смысле космической всемирной. И это вовсе не означает вот этого кандового патриотизма, потому что они считали, что да, Дан ты на итальянском, Шекспир на английском, где-то на немецком, и только тогда ты гражданин России. Но в них было вот это. Понимаете? И художник, и вообще выдающийся человек Борис Андреев, который был на фронте в Первую мировую войну, есть эпизод, когда он вернулся, и у них соотматывал очень жесткий разговор. А жесткий почему? Он рассказывал и правду. Правда ужасна. Два миллиона дезертивов. Два миллиона дезертивов. Коррупция невероятная. Что творится на фронте это вот уму непостижимо, полное разложение. И вот это разложение армии в том числе приводит к революции. Но она слышать не хочет этого. Она не хочет слышать не потому, что не верит. Все так. Вот все так. Но просто как-то это неблагородно. Понимаете? Это как-то неблагородно. А несмотря на все тигричи и забавы для них это что-то очень-очень важное. Понимаете? Она в 50-е годы где-то в каком журнале вышла статья и в этой статье написали, что Дантес пришел на дуэль Пушкину в Кольчуге. Ахматова про Пушкина знала все. Это была ее любовь. Может быть она больше его в каком-то смысле любила, чем всех остальных мужчин. Она знала его всего наизусть. Она даже в дневнике могла цитировать с любой страницы не говоря о поэзии просто. Все наизусть. Вот весь Пушкин наизусть. она проходила по Тверскому бульвару за памятник Пушкина знаменитый и по сей день стоит. И она ругалась. показывала и говорила Пушкин никогда так не стоял. Совершенно даже Пушкин никогда так не стоял. То есть она сама человек азура в юности человек позы в некотором смысле этого слова и не уничижительным совсем. Она понимала, что это поза придуманная для баэда. Тантеса ненавидела. Но услышав это, она в записках Лидии Чуковской начала кричать. что это за бред, что это за выдумки, какая кольчуга. Тантес был кавалергардом. Как этот кавалергард может прийти на дуэль в кольчуге? Ну это просто подло выдумывать такие вещи. Это она говорила ненавидела Тантеса. Понимаете? И вот она с ним как сказать она с ним не то чтобы ссориться, наверное, ссориться, потому что для нее есть какая-то да, какая-то ситуация правда. То есть ситуация, когда это звучит и ситуация, когда это не звучит. Понимаете? Когда ты проигрываешь войну, когда два миллиона дезертиров, это не звучит. Не звучит не в том смысле звучит на слухе, грубо или пошло, а в том смысле, ну и дальше что? Потом вас половина миллиона дезертиров. Потом три миллиона дезертиров. Вот в этом стихотворении, которое я процитировал, она «Все может до победы» в пятнадцатом году. Вот 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 этот какой-то странный для знатока чужих культур, для человека, который, она даже и Сай Берлину прочитал несколько глав, там, Донжуана, Бэрона, а это большой роман, роман в стихах, больше, чем Евгений Онегин, вероятно, и суть, как все она делала. И он слушал ее и понимал, что английский выучил сама с произношением там не все гладко, или можно сказать совсем все не гладко. Но там есть вот это, он был потрясен, что можно так это выучить. Хотя не уверен, что она учила, честно говоря. Вот понимаете, к чему верить? Вот если верить мифу, а хочется верить мифу, потому что это красиво. Есть история про то, как Анна с Мандельштамом, она Мандельштам, кстати, считала первым поэтом России, они когда встречались, читали друг стихи, ну столько, сколько написали со времен последней встречи, и никогда не просили друг перечитать стихотворение, никогда не записывали, запоминали сразу мы просто сразу уже, мне очень нравится эта история, потому что она отсылает нас, я зачитал лекцию о мифе и поэзии, о том, почему для классической культуры само понятие памяти является вещанкой, потому что начиная с античности в двоиде в загробном мире обычные люди теряют память о ничем помнить, самое страшное наказание, потому что они сделали какого-то усилия, чтобы вспомнить нечто по-настоящему, самое важное, имея в виду то, что имел в виду Платон и Сократ, то есть вспомнить состояние души некое первородное, изначальное, когда душа созерцает эйдеса, первоидеи, вот это не сделали, поэтому река лето, которая протекает неподалеку от Аида, она просто река забвения поглощает эти души, эти миллионы людей, и они в этом смысле какой-то совершенно удивительный пример противоположного, помнили все, помнили все, помнили то, чем не были свидетелями, Пушкин так не стоял, и это помнили, но у тебя не было на свете, неважно, я это помню, понимаете, и вот это вот помнить то, чему свидетелем ты не был, знать то, чего ты не знаешь, ну это же и есть, собственно говоря, в некотором смысле миссия поэта, или особое знание поэта, потому что, конечно, для них слово поэта обладало каким-то совершенно священным смыслом, и вот эта удивительная какая-то молодость с поразительным сочетанием бульварщины, но в духе фильмов с Верой холодной, каким-то эстетизмом, и читать это невероятно все смешно, вот, и грустно, да, и трогательно, знаете, там, у нее был второй, мужья все были умные, очень, очень умные, я уж не говорю про возлюбленных, вот, ну я имею ввиду Матильяне, конечно, вот, о котором она в конце жизни почерк напишет, но я напоминаю, что она полюбила Матильяне, приехав в Париж, когда Матильяне был никем, он был оборванцем пьянице, он был никем, денег у него не было, это был не тот Матильяне, которого мы знаем сегодня, это был никто, и вот она вот этого никто, ну, разглядев в нем, конечно, какую-то гениальность невероятную, она его полюбила, и как раз вот, когда у него был роман с Матильяне, Гумилев был вместе с ней, и он был в мастерской Матильяне, и меня всегда поражало, он издевался над картиной, Матильяне, и если на этот Эдинти не понял, или только рел, я думаю, что только рел, издевался, издевался так, как умел, только он на один издевался. Понимаете, и Исаия Берлин один из самых знаменитых людей Европы до того времени, биография, биография, и вот они однажды едут, по-моему, со вторым мужем, Шилейко, Шилейко считали гением, его гением считал Волошин, его гением считали другие великие поэты того времени, знаете, которые сами были, в общем, не без таланта. Он стихи тоже писал, стихи писали все. Стихи писали все, это поэтов очень растрожало, невероятно, потому что на улице все подходили, читали стихи, часто они были бездарны, ну, это такой век поэзии, да, в подлинном смысле этого слова. Понимаете, там, северянин читал стихи, перекрывали Невский проспект, ну, как это сейчас можно представить, там, перекроют Невский проспект, если, не знаю, кто, Лолин петь будет, вот, или кто-то еще, перекроют, другая эпоха, перекрывают, огромное количество людей, невероятная, немыслимая какая-то популярность всего этого дела, и он был осериован, ну, то есть, он занимался древними цивилизациями, говорят, египетские какие-то манускрипты, просто с листа переводил, и они едут, и пролетка, в который они едут, едут они, сбивает человека, человек ведет себя очень странно, он встает из-под колеса, говорит, вы не волнуйтесь, все нормально, поезжайте, поезжайте, нет, нет, поезжайте, только из-под колеса, встает, и они приезжают туда, Ахматов вдруг полюбил оперу, неожиданно, никогда ее не любила, но выяснилось, что вот, ей очень нравится, там, водитель цеха режиссеров, фамилия и вот они приезжают туда, время от времени она исчезает, куда-то, ведь мы где-то на свидание с Симмерманом, и происходят какие-то ссоры, потому что в этот же день его выставляет жена из дома, больше не приходи, он очень радуется, потому что нужно уйти к Ахматовой, и в театр выяснять, что она любит другого, вот, все ссорятся, жена к концу дня принимает Шалейку назад домой, какой-то вот мелодрама, сочетай, какая-то, понимаете, что-то невероятное, и ночью они разговаривают, и Ахматова цитирует Мандельштама, это ночь непоправимо, и фраза так нравится, Шалейка, действительно, ой, как это хорошо, но что хорошего, собственно говоря, вот в этом дне, он весь полон скандалов, слез, лихорадочного состояния, как его будет описывать Ходосевич в «Некрополе», которое, ну, должно было во что-то взорваться, потому что все были в этом лихорадочном состоянии, понимаете, она же и в конце жизни она будет говорить молодой поэту, бегайте, бегайте, и они сами так бегали, да, потому что, ну, набегать надо эти стихи, надо набегать, и в том числе посредством вот этих романов, этих каких-то связей, параллельных биографий, Ахматов всегда заводил параллельный роман, потому что, ну, это красиво, это рифма, это художественно, вот, у него начинался какой-то роман, и через какое-то время другой роман, вот, параллельно, и там возникали какие-то сходства, различия, какие-то повторяющие сюжетные линии, но в какой-то момент, так как у людей, как у людей, у поэта вообще все должно быть не кстати. Это ее сокровенная мысль. Это вот у людей, у обычных, у них должно быть все кстати. Вот. но они этого хотят. А поэт должен хотеть драмы, в некотором смысле несчастья. Почему? Потому что он какой-то, да, алхимический сосуд, который вот эту боль человеческую переплавляет во что-то вечное, не сиюминутное, в поэзию. И она просто не понимала. Самое страшное слово для нее было слово счастье. А самое популярное слово в нашей эпохе для Ахматовой было самое страшное. То есть, когда она хотела оскорбить кого-то, она говорила, о, счастливчик. Там награждают Павленко был такой писатель в Сталинской премии. О, счастливчик. наивысшая степень унижения. Это означает. Наивысшая. То же самое досталось Маяковскому с Вилли Брихом. Ну, потому что, а как? Ну, а как? Она ходит на рынок, чтобы продать селедку. Вот. Там эпизод этот замечательный, когда она выходит на улицу, стреляет в спички, в спички дефицит, идет какой-то двадцатый год, спички найти, одна из самых дефицитных вещей на свете. Она выходит с папиросой и пытается где-то прикурить. И она так одета, мы же все как-то греемся, отопления нет. И проходит женщина, сердоболен, дает ей там монетку. Мы приемлем за большинство людей живут так. Они мерзнут, они умирают от тифа, им нечего есть, они пухнут от голода, их по ночам расстреливают, их пытают. Владимир привозят лилибрикфордик из Парижа, машину. Таких всего три в Петербурге. Счастливчик. Счастливчик. презрение. Это презрение, потому что пари от себя так вести не долго. Что это такое? Каким образом ты так умудрился покупать автомобили редчайшие? Считая членов правительства, три всего в городе. Голодинка, пришли мне в городе. Ну, я сейчас пытаюсь вырасти отношения Ахмата. Я читал именно лекцию о Маеговском. Там все сложно, конечно, с Маеговским. Понимаете? И был диалог вот как-то на «Свободу» Бориса Парамона, философа, с Иваном Толстым, по-моему, где он задался вот этим удивительным вопросом. А как так получилось, что самый современный, самый любимый поэт Маеговский пришел в полную катастрофу и покончил с собой, а самый несовременный, выброшенный из современности поэта Ахматова достигл еще при жизни такой удивительной славы. Это совершенно разные пути. То есть если ты живешь кстати, кстати, то в тебе всегда действуют некие непоэтические соображения. Не кстати вел себя Пушкин про нее. Вот это не кстати, вот это молодец, вот это великий человек. Собирается сборник к юбилею войны 12-го года. Все пишут, что это патриотическое. Пушкин присылает свою знаменитую элегию безумных дней угошевеселия и так далее. С какой стати в юбилейной сборник, посвященной победе с такой военным Наполеоном безумных дней угошевеселия говорит, что такое? Но она понимает, что Пушкин не собирался выпендриться. Ну просто все, что он сделает, будет не кстати. Потому что такова его природа, поэтическая природа. Мы же не очень любим рифму кровь-любови. Она кстати всегда. Ну всегда можно закрыть недостаток таланта такого рода рифмы. А вдруг любим какую-то неожиданную рифму. Какую-то неочевидную. Она пришла не кстати. Она пришла откуда-то. И она орала на людей. все время говорили. она с этим комодом переезжала с квартиры на квартиру. Ей говорили Леона Андреев когда же у вас своя появится? Она орала не напоминайте меня об этом. Как он может? Или устроил скандал когда с посылкой с посылкой собирает посылку кому-то в лагерь. и вдруг ну так с мир понятки и вдруг один из тех кто собирался перчатки туда послать он подарил перчатки сыну. Ахматова в ярости просто в ярости невероятной она ядом огнедышащим посыпает голову этого человека и ей говорят Анна Андреевна что тут такого страшного подарил перчатки сыну. Не в такой ситуации. Пожалуйста. Но если подарил перчатки сыну должен купить спуститься вниз зайти в лавку купить вторую пару потому что речь идет о человеке который невиннасужден. Понимаете а подарить сыну из перчатки это кстати потому что сын потому что самый родной потому что это все по человечески понятно и она конечно иногда хочется посмотреть возможно как матов на день у нее великий режиссер испанский говорил хотелось бы не так лежишь на кладбище потом встал так выгляжу посмотрел что вокруг все хреново пошел потом дальше лежит сегодня посмотрел Бахматова на наши споры удивительные понимаете ну вот я так получилось немножко кинематографом занимаюсь вот это вот нет денег на фильм нет денег на фильм ну на спички есть деньги вот понимаете есть лица кармана пачка сигарет как мы знаем но и все не так уж похвано сегодняшний день при этом эти люди покупают свои дорогие машины но снять фильм вот так вот взять телефон и снять фильм сегодня в эту эпоху когда можно снять смонтировать фильм он что стоит не будет вообще ни копейки не может нет денег не дают все деньги уходят к любимцам власти я больный диссидент ничего не могу сделать но я представляю чего как бы на это отреагировала Барна Андреевна потому что по сравнению в этом контексте в контексте ее жизни понимаете ну это конечно ее уважали и даже я думаю восхищались даже красноармейцы понимаете в эпизод там тоже какой-то 20-21 год они едут в электричке написать электричку 20-го года но это в абсолютном удовольствии и она выходит покурить спичек нет в этом городе стоят красноармейцы представьте себе красноармейцы 20-го года ну то есть если вы себе представляете что они как в кино вот это напрасно это знаете у крышковца когда там как я съел собаку когда значит едет в армию на остров тихий вот и выходит тоже значит покурить не первым и видеть двух матросов а он говорит у меня всю жизнь это какие матросы они вот такие плечи здесь полементные лены и в них чувствуется основа государства а эти матросы были настоящие настоящие невысокого роста полумусы растут они со всем магнитофоном помните вот такие надоборы типа весна которые что-то играют они оглядываются вокруг как там брюшковца и следят за тем смотрят на них или нет и смотрят все в порядке а эти матросы были настоящие и те красноармейцы тоже были настоящие не из фильма и спичек нет она закуривает прикуривает от папирос прикуривает в три затяжки и стоят такие мужики вот эти и они начинают хатать им не нравится как она прикурила и они говорят ну это все сбежит это комплимент в двадцатом году все сбежит вообще никто не может гостиный двор вот в Питере знают все в двадцатом году в гостиной в дворе растут колокольчики это лето там ничего нет не ходит ни один трамвай если ты хочешь пересечь Петербург ты делаешь это пешком руку Милев ходил ночью пешком возвращаясь в занятия цех поэтам страшный холод пьют только морковный чай если благодаря Алексею Максимовичу Горькову надо сказать ему спасибо огромное он писательские пайки создавал и распределял куда иногда клали селедку на селедку на рынке можно было поменять что-то еще селедка это почти все больше и выше селедки нет ничего Петров-Водкин обессмертил селедку в одном из своих турмортов потому что это селедка а не у всех есть селедка а вот она с этой селедкой ходила в имени например папироса она курила и тут вот это нет денег на фильм не могу поставить спектакль министерство культуры не выделило я постоянно слушаю такие разговоры в обморок можно упасть поставь его вот здесь а что же тебе так нужны декорации народные артисты что ли чего поставь здесь спектакль вот в том углу на улице на балконе где угодно что может остановить театрального человека величайшее изобретение в области кино в ту же эпоху это фильм о без пленки Льва Кулишова какая пленка революция гражданская война человек создал концепт фильмов без пленки и ничего понимаете поэтому это да это особое мировоззрение счастье постыдно не то чтобы счастье выдел под лицом для Ахматовой это не означает что там пришел Патаренко и ругал всех кто хочет быть счастливым но я не такой критик но для нее это так понимаете Чуковский Корней Чуковский может быть лучший литературный критик в той эпохе да одним из первых обратил внимание у ранней Ахматовой в первых двух сборниках самое знамятое слово какое невстреча невстреча а Борис Эхенбаум напишет это великий филолог основатель формальной школы он напишет статью из которой к сожалению Угаров из контекста возьмут вот эту про монахиню блуднику то что будет в 1946 году чем ее так сказать хлистать будет причем там у него в кавычках вот это расковычит и контекст то что берут Эхенбаум страдал всю жизнь из-за этого и вот и Чуковский Эхенбаум они начинают перечислять вот молодая Ахматова революции нет чудовищной бедности нет но обязательно вот эта образность стоптанные башмаки понимаете все потертое вот лоска не должна быть дурной вкус дурной вкус она уже в возрасте посмотрит на портрет Пикассо тот позирует на фоне роскоши ну вот Пикассо стал знаменитым художником и его позируют великий художник 20 века кто будет спорить Ахматова увидел эту фотографию что он делает это совершенно для нее это какое-то страшное бездравственное антихудожественное поведение как художник может позировать на фоне роскоши ну это она я думаю про Севадора Дали и Диорхова мало знала да может быть и знала какая роскошь она вот в этом была убеждена потому что она у нее было это ощущение вот это ее знаменитый реквием который кто-то любит кто-то не любит но это конечно грандиозный гражданский поступок человеческий поступок можно сколько угодно там спорить лучшее это Ахматова или не лучшее но это же вот в этой очереди где она 17 лет за месяц стояла женщина повернулась к ней сказала а про это можете написать и она сказала могу написала потому что вот про это тоже написать поэт реквием многим не нравится в том числе очень умным людям но не нравится как в смысле о трагедиях колоссального масштаба нужно писать каким-то особенным языком понимаете какие-то особенные он слишком классичен вот часто реквием вот именно за это нравится ну и сказано сделано конечно понимаете потому что безусловно при таком отношении причем это с юности ну большое счастье станет подсерегательным и она будет терять она будет терять и она будет говорить там людям которые ее осуждали за то что она не уехала из России она будет это ей говорит мне которые всех здесь похоронила родственников друзей пережила практически все должна была умереть несколько раз в Ташкенте будут умирать зацепного тихо но выжили вот поэтому они приезжали и шли к Ахматовой чтобы поклониться и многим и это удивительная совершенно какая-то верность себе в каждый момент времени ранняя Ахматова да она вся в любви а больше ничего нет Нейман Дельштам гениально скажет о том что Ахматова первая принесла в русскую поэзию опыт романа 19 века ну то есть да появляется какой-то психологизм это не абстрактные стихи символистов я совсем не собираюсь ругаться они были великими людьми но это вот так так беспомощно грудь холодела и шаги мои были легкие я на правую руку одела перчатку с левой руки во всех школах это объясняют вот ну это потрясающе для начала века сейчас мы к этому привыкли потому что это поразительная психологическая деталь человек волнуется и надевает перчатку от другой руки и дальше показалось что много ступеней а я знал их только три я бы тут сказал что это же не литература здесь кинематограф какой-то идет расстроенная женщина мы знаем стихотворение что это песня последней встречи возлюбленные расстаются три ступеньки показалось что много много потому что жить без тебя как говорят любленные друг друга это долго ну все кто когда-то расставался с любимыми людьми знают как по-другому течет время там все три ступеньки каждые три превращаются в огромное количество непонятно как этот день вообще потянуть до конца а там будет еще завтрашний день понимаете когда люди ныряют в ночь как я не знаю в какую-то бездну что просто ну просто это закончилось жить без тебя вот это закончилось как-то хотя бы на сегодня понимаете и это же поразительно слышу ну или вот этот блок да на смерть блока и в памяти черной по шарик найдешь до самого локтя перчатки дальше могу врать как там на вершину Петербурга и сумраки ложь и запах и душный и странный не сюда я не праведа хотел читать лекцию но это она действительно принесла с собой весь 19-е век это роман Толстого который вдруг заговорил стихами опыт Наташи Ростовой и Анны Карениной героев героиня Достоевского начинает здесь оживать и вот теперь представьте счастье постыдно счастливчик это оскорбительное слово хочет быть поэтом будет несчастлива помните в реке одной надежды меньше стало одной песни больше вот принцип крепкий ну кто на него согласится отдавать надежды и счастливые дни за стихи месяц несчастья четыре удачные строки безумцы безумцы понимаете безумцы которые могут вот это написать дай мне горькие годы недуга задыхание бессонница жар от имени ребенка и друга и таинственный песенный дар ничего себе и таинственный песенный дар вот только что я двадцать минут говорил о том что важнее и больше поэзии для них ничего нет одними и это ее недаром называют наихристианнейшим из русских поэтов у нее и манера поведения была для огорода и с Гумилевым ссорились ругались любви не было но я думаю Николай Степанович прав они были как бы сказать предназначены друг для друга ну понимаете если люди могут быть предназначены друг для друга не обязательно иметься ввиду что-нибудь сейчас кому-то было нужно ну нам во всяком случае чтобы Николай Степанович дал блестящее образование Анне Андрееву а она с ее талантами все это восприняла кому-то нужны были эти ссоры скандалы измены потому что они превращались в книги стихов того и другого и поразительно они как бы на одном уровне такие чужие друг к другу а на каком-то уровне это просто двойники понимаете вот Гумилев с его храбростью отчаянной храбростью он после революции ходит и крестится заходит в собор молится выходит выходит в какой-то проспект или улицу везде ходят красноквардейцы большевики чекисты и начинает класть по коже это приводило в шок все потому что все говорят что ты делаешь потому что расстреливают за меньшее это конечно бывает такая поза идущий с той эпохи еще в треволюционном Ахматов делал ровно то же и позже и Тур окрестился на все церкви и тоже все замирали кто был рядом потому что ну это же ну только сейчас книжку вроде и сдала что она делает что она ну у нее это было у нее у нее это была какая-то отчаянная стойка и храбрость поразительно она когда разбогатела вдруг неожиданно к концу жизни вот что она делала она все знают актера Алексея Баталова достойнейший человек удивительный я недавно вспоминал я один раз обедал за соседем стойком вот сижу я а тут вот сидят Алексей Баталов и Михаил Ульянов о моем существовании тут ни другое не узнаю до конца жизни как вы догадываетесь ну тебе Баталов просто ест а я есть не могу потому что я не усмотрю и думаю ну как это можно вот человек просто ест а от него какая-то волна какого-то благородства просто искусства ну он же ест он даже не знает что я за ним наблюдаю я уже тихо очень осторожно она жила тогда в семье Ардовых и вот она подала подарю машину ну что-то надо делать с этими деньгами приходили эти молодые поэты всегда был один ритуал звонок в дверь там или стук в дверь приходит там Бродский, Найман Бродский, Найман еще кто-то достается сумочка достается 10 рублей и посылается гоняться надо взять бутылку водки банку шпротов и обязательно бочки в томате одесская одесская вот это детство бочки в томате обязательно раздавала эти деньги дарила отдавала она не понимала что такое жить с деньгами квартира появилась она наконец смогла угощать чаем в своей квартире людей но все остальное было ей как-то не очень понятно куда это вообще зачем ну потому что вот для нее видимо существовал закон нельзя взять от жизни чуть больше понимаете почему потому что песни меньше песни меньше а это никак нельзя допустить вы теперь представьте капкан в который она попадает вот с таким отношением с таким мировоззрением с таким мирочувствием где подлинная любовь чаще всего это несчастная любовь где это все песни последней встречи где невстреча это главное слово вдруг Ахматул начинает любить власти начинается если мне память не изменит в сороковом году или вдруг назначают ну во-первых издают книжку в сороковом году только что вот все эти процессы отшумели огромное количество писателей в лагерях вдруг издают Ахматул она написала письмо Сталину и видимо это была реакция на это письмо где молилась снисхождение к сыну сын тоже великий как мы знаем Лев Гумилев великий русский историк и ей назначали пенсию государственную 400 рублей оклада инженера 100 рублей и хотя Ахматул шутил что папироса хватало в общем много папирос может купить 4 оклада инженера уж чего-чего вот папирос хватило ее принимают сейчас писатели на торжественных заседаниях она сидит где-то рядом с секретариатом там же ипостонак с которого в общем тот же трюк продал ее прикармливают она не может отказаться и вот она это называла сделкой договоров сделок почему потому что ах как ты откажешься там люди-то в лагере родные все висит вот на этом волоске отказаться ты не можешь шаг влево шаг вправо тебя ласкают те кто убили оскорбили твоих ближайших любимых людей а ты ничего не можешь сделать потому что ну ты встал ушел секретариат а что с сыном случится зорь пересмотрят статью на расстрелье добавят еще срок ведь третий муж погиб в лагере первый расстрель третий погиб в лагере сын получал два срока сидел дважды блокады ленинграда ахматов как особо ценный экземпляр перевозит в ташкент ну понимаете она написавшая что я была со своим народом потому что мой народ к несчастью был это все понимаете то есть тебя перевозят в ташкент а вот тут люди которых ты любишь они будут погибать в отгол представляете каково это все она приезжает в ташкент и сдает книгу в ташкент ну это в подлинном смысле этого слова договор сделал это страшно вот про что кино надо снимать просто у нас это сделать некому потому что это гигантская драматургия ты попадаешь вдруг в историю которую отвергал всем самым существом и ты туда попадаешь тебя начинают обласки отказаться ты не можешь потому что заложен что делаешь что делаешь самое страшное стихи Ахмату во время войны печатают газеты правду на первой странице ее начинают становится изгодом он просто недопонимает но если газета правда опубликовала твое произведение и вдруг Ахматова выброшена отверженная торгующей селедкой и вот это Андрея здравствуйте не всегда всегда любил как хорошо что вы есть такая преданность вот это колоссальное унижение невероятное унижение немыслимое вот из этого унижения не в меньшей степени чем из-за гибели близких рождается вот это то что она Исаии Берлину будет говорить что Сталин хотел меня отправить передумать потому что он ее отправил в метафорическом каком-то смысле этого слова но в 46 году все заканчивается я с этого начал в 46 году Рэндальф Черчилль стоит под окном антармата Ленинград Ленинград в той поры где агентов спецслужб больше чем жителей иногда кажется а в квартире в квартире в этот момент сэр Исаия Берлина катастрофа просто катастрофа Ахматова когда приедет в Лондон в Оксфорд в Лондон я не знаю где она встречалась с Исаией Берлина она ему скажет а вы знаете что это из-за нас с вами началась холодная война она была убеждена в том что Сталин пришел в такую ярость дикую от ее поступка а какого поступка она открыла дверь я не знаю какую поступку что она запустила ну то есть она что должна была сделать позвонить потребовать охрану вот там чтобы я не знаю автоматчики привели Радольфа Черчилля тот вел себя примерно как он искал друга подошел к окну и начал его звать сын Черчилля Футтонская речь Черчилля тоже срок шестой для нее это все выставалось понимаете и Берлин был несколько ошарашен вообще конечно потому что ну во-первых он не был поэтом во-вторых он не был русским поэтом и он совершенно не понимал что русский поэт который везет свое происхождение серебряного века он свою персону видит какую-то очень значимость в космическом смысле вот из-за него начинается война рушится государство напишет стихотворение революция можно сказать самое спешное что иногда так олюбило потому что Россия была конечно уникальная литератороцентричная страна в тот период и в сорок шестом году конечно они с ЗОЧи попадают вот раз ну знаете что значит когда первый секретарь в городском обкоме произносит такие слова читать это постановление и сейчас страшно это означает что понимаете здесь есть плантые люди они не очень догоняют вот это означает что завтра все октябряцкие организации все пионерские организации все комсомольские организации всех школ вузов заводов фабрик столовых так же как работники столовых все профсоюзные работники будут тебя проклинать вот и будет продолжаться ровно столько сколько необходимо вот что это означает почему постановление журнала звезда Ленинград Зощенко так и не оправился после этого понимаете герой первой мировой войны человек который так сказать совершал подвиги он был невероятно храбрым человеком то что рассказывает о Зощенко после 46-го года наверное без слез просто читать невозможно они его сломали он не пережил Ахматов пережил и вот это то ли монахина то ли блудница вы можете себе представить во что это превращается на блудницу но это не литературное слово блудница появляются другие звезды я уже да с книжками подарками договор с делом был расторгнут но вы знаете если бы он не был расторгнут возможно бы он Андреевна доканул и не было это ну какого-то блистательного да в каком-то смысле этого слова финала этой жизни понимаете потому что она для этих ребят ну я имею ввиду ничего что я так они были на ребят Бродский Найман и так далее она была тем же чем для нее был Николай Степанович Гамилев или Шелейков или Александра Бло она дала возможность вот эту удивительную великой поэзии продолжать ну и конечно Бродского и здесь тоже судом все закончилось судом и ссылкой вот как это водится но ей удалось ну немножко посмотреть в мир она записала свои стихи вы можете прийти домой послушать как охватывает читать свои стихи и в отличие от ну Есенина например или Блока когда записывают на эти граммофонные пластинки все скрипит потрескивает и в этом есть удивительное баяние эпохи но голос не слышал чисто вы можете услышать как она это вы можете услышать эту царственную интонацию вы можете почувствовать эту паузу которую научил ее ненавидимой любимой наверное по своему паузу как-то как-то любила отдавала им должное Николая Степановича гумилевка когда они ссорились и там она читает вот это вот то как мы назвали нашу лекцию она не так часто шутила в сихах но эта шутка блистательная могла ли Бича и отричинает своего словно дам говорить или Лаура жаролюбива славится я научила женщин говорить о боже кто их замолчать заставит а ну а теперь красиво она сохранила до конца жизни эту какую-то удивительную свою особенность она потрясающим образом как-то чувствовала смерть каких-то людей обычно как Лизия Чуковская вспоминает она начинала говорить о экономике вдруг она начинала говорить о корпусе на следующий день было сообщение умер великий архитектор вот для корпусе это была не разовая вещь это была такая штука обычная достаточно может быть в ней что-то и было от Херсонинской царицы во всяком случае понимаете если представить себе эту девочку по фамилии Горенко из семьи в общем ну скажем скромно очень среднего достатка которая уже будучи известным поэтом писала с чудовищными драматическими ошибками которую ее образованный муж называл дворняжкой которая была уникальна талантлива но еще не нашла формы да и вот вы посмотрите она стала царицей к ней приезжали царицы в ней появилось какое-то королевское достоинство какая-то королевская осанка с ней невозможно было говорить иначе говорили снизу вверх и это потрясающая вещь вот что делали и это появилось и это было сделано и выстроено всей ее жизнью и понимаете я помню что когда я был студентом я пришел на первый курс это филологический факультет университет одни девочки в основном у нас поначалу было шестеро очень быстро осталось пятеро через месяц по истечении полгода четверо через год двое но еще ребята из спецнабора у нас остались второе то есть это девочки вот эти книжечки там переписаны стихи Ахматова ну потому что книжки были не у всех вспомните ахматов рассказывал что еще в сороковом году когда вышла ее книжка ее смели очень быстро с прилавкой к ней приходил какой-то человек который предлагал купить пять экземпляров за пятьсот рублей правда или нет не знаю это гигантские деньги это гигантские деньги в сороковом году это уже был такой товар вот они все это переписывали и там каких-нибудь знаете же был наивный иногда время там я еще помню какие-то пьянки вечеринки нет пьянки были как сегодня нормальная русская пьянка вот но при этом напившись читали стихи вообще мы с другом регулярно напившись в общежитии читали стихи я хорошо помню и допивали если то что вот уходили там в конец коридора курили и читали стихи говорят что очень любили стихи запрещенных очень конечно любили и негодовали и презирали талантливейшую Аллу Пугачеву за то что она в стихах на той штамме изменяла некоторые строки это было вообще недопустимо вот ледяным презрением мы отдавали алтазь ледяным а девочки читали читали Гоширами Ахматова вот первые два сборника основных но было видно чего они хотят ну то есть было видно что стихи куда-то попадают про любовь куда-то в их любовь с одной стороны а с другой стороны было видно потому что они хотели вот так же царить ну не всем данным хотя желание плохое если есть какие-то вопросы да прошу добрый вопрос да да аплодисменты а первые вопросы об отношении с нами и второй вопрос как в комментарии по имени с первой что непонятно с ним в отношении с Цветаевой я думаю всем нам хотелось чтобы они были более продолжительные потому что да ведь я сейчас точно не помню но ведь они ограничены у них по сути наверное был один серьезный разговор вот когда Цветаева вернулась это конечно пересекались безусловно тем более что Ахматова была героем богиней бродячей собаки вот было такое знаменитое кафе вот в Петербурге это революционное они я бы сказал ну вот это как отношения двух великих женщин дружить они не могли ценить они друг друга ценили очень сильно и к этому примешивалось все и ревность и несогласие там и так далее но они цену друг другу понимали дружить не могли то есть вот этих отношений которые Ахматовы были с Мандельштамом не могло быть тем более что понимаете это же какая-то жизнь бы странная я думаю вы обращали внимание вот иногда смотришь вокруг и думаешь увидишь какого-то человека и думаешь почему мы с ним не дружим интересно и нет ответа нам ничего не мешает но мы почему-то ходим разные дороги где-то пересекаемся мы даже хотим этого а почему это не случается понимаете и это мы обычные люди а и Ахматова и Цветаева конечно очень понимали это и честно говоря я даже не знаю что это такое но внутренне понимаете вот жизнь понимаешь это гения но это точно не существование обычного человека потому что если так если ты это понимаешь осознаешь да ну это такой отпечаток откладывает на каждом поступке на каждом слое ты же знаешь что тебя будут цитировать и не только современники и их наверное роднила кроме всего прочего конечно любовь к Пушкину какая-то невероятная меня навсегда поражала вот ну потому что они Пушкина любили ну как мужчину ну кроме всего прочего как вот можно так любить бесплодный цель а поэта который умер за много десятилетий от рождения ну особенно у Цветаевой у которой да был темперамент совсем другой вот Анна Андреевна прошла вот эту школу сдерживания да нечистива делает паузы здесь есть такая да внутренняя организация внутренняя дисциплина а с Цветаевой ничего делать не возможно я так думаю и у нее когда она пишет о Пушкине ну это просто это что непотрясающе ну не менее потрясающе конечно переписка там я имею в виду Цветаевой с Рильки с которой мы никогда не виделись никогда не увидится но это такая любовь особенно со стороны Цвета и понимаете это 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 раздвигает вообще наше представление о жизни очень сильно ну вообще очень серьезно к этому отношусь то есть понимаете а жизнь это же какое-то во многом отвоевывание невозможного пространства да ну невозможно так любить человека который никогда не видел а вот поэту которого кстати Цветаевой относится в наивысшей степени вот уж она так вот он пока что может может понимаете раздвигая как бы границ физического мира физической реальности это все потрясающая переписка и то что они пишут что Беопушкина особенно Цветаева потому что Ахматова там что-то исследует а Цветаева невероятно абсолютно поима без героя сама Ахматова считала главным своим произведением и ей видимо очень было важно это ну в некотором смысле какой-то духовный портрет этой эпохи в которую она столкает сложное произведение да непонятно но я бы остановился на том что она сама его больше всего ценила у себя то есть вот она переделывала возвращалась к памятни с героем это был тот памятник который она себе хотел остаться но так как памятник без героя кратко говорит об этом невозможно она касается некоторых историй в том числе смертельным концом серебряного века который видимо Ахматова десятилетия преследовала поэтому я думаю надо ну хотя бы вооружившись знаете что Алла Демидова прокомментировала поэм без героя Алла Сергея Демидова выдающаяся русская актриса прокомментировала поэм без героя строчку за строчку это потрясающий совершенно труд потому что чтобы дать комментарии в том числе биографической каждой строчке довольно большой поэм это такая книжка она несколько раз создавалась у нас возможно она есть библиотипа и миграция надо очень глубоко в это погрузиться и надо сказать она рыла много и не напрасно то есть в том смысле что имеет смысл с этим комментарий почитать она там какие-то любопытные географические вещи сложная потому что вот открыв Демидова вы увидите что текст поэм без героя в том числе он это очень зашифрованный текст написанный на многих уровнях там многие обстоятельства которые стоят за этими стихами нам просто неизвестны они непонятны поэтому вот вот вещь непростая и еврейские а внука и ну больше немецкая фамилия фон Валендольф это немецкая конечно но поразительно совершенно вы знаете замечательный эпизод секундочку просто очень хочется прям два слова сказать талантливая как же ты жизнь будешь да? ну она еще добавила деточка но сын печатая эту книгу издавая в Москве он посчитал что это вот как-то уже чуть-чуть лишним ох она понимала о чем говорит Ахматова ох она понимала да да пожалуйста у меня вопрос вы в цикле детства по вселенному веку а через неделю собираетесь давать акцию о японском японском каким образом по мне в стихах должно быть сегодня кстати не так так вы знаете ну вообще я люблю такие ходы потому что ну я считаю что там дальше Юрий Олеший пойдет тоже не совсем серебряный век я его вписал туда в своем воображении почему потому что для меня как сказать любой писатель художник музыкант который закончил хотя бы гимназию до революции человек серебряного века то есть это человек который вот эту всю основу да эту культуру он там получил вот несмотря на все дальнейшее потому что Юрий Карлович Олеший начинал как пламенный как все одесситы вот такой приверженец революции ахматов никогда не было ни пламенным ни тусклым приверженцем акцентольской революции никогда это даже представитель но тем не менее Олеший тоже еще актуал понимаете они кстати в некотором смысле все-таки соотматывают земляки одесситы а японцы 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 у меня в прошлом месяце там была лекция поэзии она не имела отношения к серебряному веку это такой мой способ не уходить в какую-то монотонность сделать какое-то движение совсем в другом направлении понимаете вот Ахматова а потом чувство прекрасного по-моему замечательно тем более что чувство прекрасного оно у японцев уникальное совершенно я всю жизнь дорогой а взгляд замыливается да да кстати в конце этой книги есть несколько стихотворений подражания японской поэте ну вот видите Япония с нами она близко спасибо вам спасибо спасибо